Дорогие друзья, в гостях клуба Виски Румс человек с большой буквы, эксперт. Человек, по книгам которого сотрудники Виски Румс изучали 10 лет назад, ну, постигали азы виски, собственно говоря, Юрий Богоносцев. 20 лет назад вы основали портал Вискион, который стал настольной книгой буквально всех любителей виски на постсоветском пространстве. Юрий, и сейчас, используя ваш опыт, вашу экспертизу, историю ваших путешествий, в фокусе нашего внимания Япония. Правильно? Правильно, Олег. Действительно, моя новая книга посвящена Виске Японии. Виски, который сейчас находится в фокусе внимания очень многих почитателей этого напитка. И, в общем, как бы он был и в фокусе моего внимания, что-то отразилось в написании, как раз выразилось, стало основой для написания этой книги. А почему, собственно, Япония? Ведь вы путешествовали практически по всему миру. Вы посетили огромное количество дистиллерий в Шотландии, в Ирландии. Тем более, предыдущая книга была посвящена как раз ирландскому виске. И книга, которая не даже у ирландцев, а есть у тех, кто читает на русском языке. И в этот раз Япония. Причем я точно знаю, что вы уже больше двух лет работаете над этой книгой. И ее выход совпал с датой, которая имеет отношение к японскому виске, безусловно. Совершенно верно. Олег, единственное, я поправлю. Над книгой, в общем, на самом деле я работал даже не больше двух лет, а я работал почти четыре года. Но замысел ее появился, в общем, довольно неожиданно. Как ни странно, он появился еще до того, как появилась книга о виске Ирландии. Ну, так сложилась жизнь, так сложились обстоятельства, что я тогда как бы японскую тему немножко отодвинул в сторону. И увлекся, в общем, больше, так сказать, изложением того, что происходило в индустрии Ирландии. Переживавший ренессанс. Совершенно верно. И вот это вот то, что как раз такие быстрорастущие индустрии, они, собственно говоря, и определили круг моего интереса. Но просто оказалось так, что вот почему-то Ирландия, так сказать, оказалась на первых ролях Японии. Я немножко отодвинул, отставил в сторону в силу целого ряда причин. О них сейчас нет смысла даже говорить, но тем не менее вот получилось так. Но скажу больше. Удивительно другое даже. Понимаете, дело в том, что вот изначально моя книга называлась «Виски-гид. Япония и Тайвань». Да-да, именно так. И причем первым был написан блок по Тайванию. Но через какое-то время я понял, что слишком несопоставимые вещи индустрии Тайваня, которая тоже очень быстро вошла, поднялась на самый высокий уровень мирового рейтинга, все-таки она все равно не столь богата, не столь насыщена и не столь разнообразна, как индустрия Японии. Поэтому в итоге получилось так, что книга стала называться «Виски-гид. Япония». Любители виски прекрасно знают и часто говорят о ирландском Ренессансе. Если что роднит Японию, ведь, собственно, карта, которая прилагается к этой книге, на ней расположена более 80 дистиллерий. Правильно? Большинство любителей виски даже об этом не знают. Мы говорим о барланцах, которые за последние 30 лет отгрохали там 40 производств. По-моему, даже присутствовали в посольстве 2 года назад, когда господин посол в городе рапортовал. А когда мы говорим о японском виске, 80 производств. Хотя большинство любителей этого напитка знают 2-3 бренда. Что знают обычные любители виски и необычные любители? Бренд Сантери, бренд Ника. Ну и в лучшем случае фигура Итира Акута, которая где-то фигурирует. Согласен я с вами. Япония также переживает Ренессанс. В Японии на самом деле, вы знаете, нет, история развития, скажем так, виски индустрии в Японии чуть-чуть отличается. Ну, во-первых, во-первых, все-таки получилось так, что, ну, несмотря на... Исторически сложилось так, что индустрия развития Ирландии, она более богата в плане, так сказать, ну, тех временных отрезков времени, в которые, так сказать, происходило становление и развитие индустрии. Да, действительно получилось так, что длительное время ирландцы были, как бы, ну, так сказать, на грани выживания. У японцев... Мы говорим о 20 веке. Да, совершенно верно, мы говорим о 20 веке. Но у японцев немножко не так. У них довольно поступательно развивалась индустрия, год от года становясь все взрослее и крепче, интереснее и так далее. Хотя свои взлеты и падения, безусловно, были. Ну, чтобы не быть голосованным, скажу так, что пик, который индустрия достигла в 1983 году, на секундочку, в 1983 году, это 379 миллионов литров спирта в год, И вот этого уровня до сих пор, несмотря на весь ажиотажный спрос на японские виски, до сих пор даже и наполовину не достигли они этого уровня. То есть, сегодня индустрия производит порядка 150 всего лишь миллионов литров виски в год. Хотя очень бурно развивается. То есть, можно сказать, что последние 30-40 лет для японцев это все равно, что 20 век для ирландцев. По сути дела, именно так. То есть, вот этот рост, он обусловлен, в общем, тем, так сказать, выходом индустрии японской на мировые рынки, который произошел на рубеже веков. Вот на рубеже 21 века о японцах узнал мир. Они существовали, они делали очень качественные виски, соревнуясь со скотчем, внутри Японии, а скотч присутствовал, он был доступен. И поэтому все японские производители конкурировали как между собой, так и с производителями из Шотландии. Мы прекрасно знаем историю, когда Дяджо подавал судебные иски по поводу брендов, которые вроде бы похожи. Ну да, было дело такое. Но у японцев все еще усложняется тем, что некоторым японским компаниям, в том числе упомянутой Сантери и Ника, действительно принадлежат некоторые заводы в Шотландии. А, и здесь провокационный вопрос, наверное, который интересует большинство виски любителей, про декларируемую частность. Мы знаем, что если, допустим, бочку, ну допустим, шотландскую виски, там, я не знаю, кинтошин, мы выкатим на территорию Великобритании, писать то, что написано на этикетке, будет нельзя. У японцев, я насколько знаю, другая ситуация, которая в корне меняется в ближайшие 3-4 года. Я говорю про категорию гибридовый виски при наличии иностранных спиртов у бутылки, ну не знаю, там, от хибики там до... Ну да, есть такой вопрос, действительно, как мне кажется, вопрос искусственно поднятый, намеренно заостряется на этом внимание, потому что японцы, да, собственно говоря, почему японцы? Многие используют иностранные спирты, это вопрос об использовании в своем виске иностранных спиртов. Многие, многие, ну я не буду ссылаться на тех же самых ирландцев, я не буду упоминать американцев, которые это делают, ну в общем, как бы, так сказать, даже не задумываясь. Виски, которые дистиллируются, скажем, в Канаде, совершенно спирт, который дистиллируется в Канаде, пересекает границу, и из него делаются американские виски. Ну тут это как бы... Мы говорим это на фоне эталонного шотландского виски и жесточайших правил, которые регламентируют эту индустрию. А японцы же стараются играть по шотландскому, а брасуль это все же виски другого уровня, это мировой виски. Ну вот смотрите, вот, вот смотрите, тут есть несколько нюансов, есть несколько нюансов. Во-первых, что касается шотландцев. Да, с одной стороны, они отгородились чистоколом жестких правил, которые регламентируют, что шотландский виски должен быть дистиллирован, выдержан и бутилирован, по крайней мере, что касается сингл-молта, на территории Шотландии. Такие вроде как бы правила. С другой стороны, вот я в своей книге привожу примеры, когда шотландские производители применяют спирты, изготовленные в других странах. Не массово, может быть, так сказать, не столь, так сказать, активно, как это делают японцы, но применяют. Вторая сторона этого вопроса, понимаете, ну если, я же сказал, что у японских производителей есть собственные заводы, в том числе и в Шотландии. Ну, мы знаем о дистиллерии Бен Невис, мы знаем о огромном количестве дистиллерий, которые принадлежат Бим Сантери Групп. Да, тот же самый Бомо, например, нами любимый. Афологи, замакаланы. Да, совершенно верно, совершенно верно. И что мешает, как бы, японцам применять эти спирты? Это не та ситуация, когда мы говорим о турецком костюме, когда итальянские кутюрье используют, допустим, турецкую или там сирийскую ткань для производства своего костюма, но, тем не менее, на бирке написано, сделано в Италии. Сделано в Италии, конечно, совершенно. Этот пример, он имеет место быть? Этот пример имеет место быть. Есть два, две группы, так скажем, компаний, которые используют иностранные спирты. Первое. Это группа компаний, которые это делают честно, открыто и об этом заявляют. Как они об этом заявляют? Дело в том, что недавно принятая Ассоциация производителей ликеров и спиртных напитков, Японская Ассоциация правила, Это 2021 год. В 2021 году они обнародовали, а в 2024 году, то есть через три года, они вступили как бы в действие. С 1 апреля этого года они вступили в год. Это ваша книжка, она еще привезла к круглой дате. Да, совершенно верно, и так можно сказать, конечно. Так вот, понимаете, вот там как бы прописано, что японский виски должен быть дистиллирован и выдержан в Японии. И под этими правилами подписались практически все. Из 80 производств, не только крупнейшие игроки, буквально 2-3 года назад, как раз этот законодательный акт вызывал массу споров. Да. Сейчас уже все присоединились? Ну, скажем так, почти все. Но самое главное, что в этот процесс вписались, если так можно выразиться, ну, гиганты. То есть, Ника и Сантери, они поддержали. Это, по сути, 90% рынка. Поддержали и тем самым дали понять, что они это направление, так сказать, принимают. Согласие дает свое на это дали. Но, понимаете, Сантери как применяла иностранные спирты, так и применяет. И вы меня спросите, а как же так? Где же тут противоречие? Ну, или один из самых известных купажей, Ника Блэк, да, в который совершенно точно идет, там, Бенэйвис. Совершенно верно. И они в том числе. Как же так? А все очень просто. Понимаете, дело в том, что если вы посмотрите на этикетку, ну, скажем, Ямазаки, Хакшу, тот же самый Хибики, вы увидите, вы, вот, надпись, японские виски, вы не встретите. Такой надписи нету. Там может быть продукт японский, еще что-то. Больше того. То есть, как бы, эти компании, ну, заявляют, что мы, вот, да, мы правила соблюдаем, но в рамках этих правил мы не, себя, тем не менее, не пытаемся ограничивать. Мы даем себе добро на использование иностранных спиртов. И чтобы это звучало честно, мы не пишем, что это сделано в Японии, что это японский виски. Мы пишем, что это продукт Японии. Или, что еще более важно, японцы стали вводить новую маркировку. Мировой виски, вуалд виски. То есть, то, что вот в этой самой бутылке, этим самым обозначает, что в этой бутылке присутствуют иностранные спирты. Я скажу еще больше. Дело в том, что многие выдающиеся деятели японской индустрии говорят, что они горды тем, что Япония предложила новую категорию виски. Уолд виски, мировой виски. И компания Сантери в числе пионеров, которая, так сказать, представляет сейчас релизы, изготовленные из спиртов, дистиллированных в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Ирландии, в Шотландии и в Японии. Вы представляете, какая огромная ароматическая гамма может быть получена? Гамма спиртов, которая может дать совершенно фантастические какие-то результаты. Юрий, слушая вас, у меня возник образ. Ведь уже 10 лет в виски-рюбе мы говорим о том, что взгляд на мир через призму виски открывает массу интересного и любопытного. И слушай, в вашей экскурсии у меня в голове просто пролетела концепция, которая называется кайцена, которая является одной из философских концепций, которую разделяет каждый японец. Что это такое? Это непрерывные ежедневные изменения к лучшему, но маленькими шагами. То есть это не та ситуация, когда вдруг утром стал делать зарядку и сразу сделает два часа лет. Пять, пять, пять минут. По-моему, этот образ кайцена, он как раз ложится на историю японского виски. Последовательные изменения от простого к более сложному. Японцы начинали с Мастаки-то-кицуру и простой копии шотландского образца. Совершенно верно. Правильно? Индустрия выросла в что-то совершенно новое. Японцы не были бы японцами, если даже в мире виски они не поступали, как они поступают в других сферах. Поправьте мне. Все верно, Олег. Совершенно верно. Изначально была у японцев, так сказать, взята за основу схема построения своей индустрии согласно тому, как она функционирует в Японии. В Шотландии. В Шотландии. И считалось хорошо, если ты как бы приближался к некому уровню шотландцев. Хотя это сыграло злую шутку с Мастаки-то-кицуру, правильно? Который был настолько перфекционистом, что разбесил своего работодателя. И, ну, с другой стороны, я про диалектику нашей жизни. Когда если бы не этот конфликт, мы бы не видели особенность японского виски, когда каждое производство это отдельная планета. Совершенно верно. Я вам больше того скажу, что в середине 50-х годов Токицура своим таким столь, ну, как бы, особым подходом к качеству виски, нежеланием уступать и идти на компромиссы в плане понижения этой планки, чуть не довел компанию до того, что она вообще была близка к разорению. Ему написал письмо, Токицури, написал письмо руководитель налоговой службы страны, который указал, что если вы не перестанете придерживаться своих вот таких, так сказать, принципов, то ждите больших неприятностей. Вот как было. Ну, интересно и с удовольствием. Первый раз вместе с вами вижу эту книгу. Повторюсь, это вот первый образец, который появился буквально вот только сейчас. И 22 мая на клубном вече Вискирус будет возможность как раз ознакомиться с этой книгой и узнать массу всего интересного и любопытного. Юрий, первый раз слышу об этом. Давайте оставим секреты для клубного вечера. У меня вопрос про рис. Да, рис – это основная зерновая культура страны. И было бы странно предположить, что японцы не воспользуются возможностью сделать из него виски. А насколько это вписывается в новые правила, которые регламентируют индустрию? Вы знаете, тут сложный вопрос. С одной стороны, новые правила не указывают на то, из какой культуры должен быть произведен виски. С одной стороны. То есть, как бы дверь для вхождения рисового виски в мировую индустрию оставлена открытой. И, больше того, на самом деле, японцы воспользовались этой открытой дверью. И они предоставили компании Сантери, а до Сантери еще несколько более мелких компаний, сделали рисовые виски. Рисовый. Методом дистилляции, правильно? Совершенно верно. Дистилляция, двойная, классическая дистилляция. Все тут, как бы, так сказать, все сделано, как делается всегда. Вот. Но есть несколько нюансов. Дело в том, что правила, которых придерживаются шотландцы, и тот регламент, который принят в странах ЕС, говорит о том, что осахаривание зерна должно производиться методом... Илья, а как же рисовые виски? Рисовые виски... Ну, рисовые виски. Рис – это основная культура Японии. Понятно, что рис никогда не выращивался в Шотландии. А потому и не могло быть в Шотландии рисового виски. А японцы, ну вот они, они экспериментаторы. Для них рис – это основная зерновая культура. И они, конечно же, ну, воспользовались случаем производства виски из риса. А как это вписывается в жесткий стандарт, который как раз регламентирует отрасль с 2021 года по 2024? Смотрите, ну, во-первых, начнем давайте с того, что рисовый виски выпускался, начал выпускаться в Японии еще до вот этого 2021 или 2024 года. Тут как ни смотри по-всякому. Еще такая компания, японо-американская компания Fuji Gotemba, такая была, она была сначала совместная, американо-японской компанией, дистиллерий такая, вот, она производила виски, у меня фотографии этой бутылочки есть, в книге приведена, райс виски, и, в общем, так сказать, и никто никаких вопросов тогда, это середина 80-х годов, и даже не задавал. Вопросы, Олег, вопросы появились тогда к рису, когда японцы вырвались вперед, когда они стали заметны, когда на них стали обращать внимание, вот только тогда появились вопросы, а не вводят ли японцы в заблуждение потребителя, используя рис в качестве культуры, для зерновой культуры, для производства виски. Но здесь нужно сделать ремарку, допустить, что это все же метод дистилляции, правильно? Это не производство зерновых спиртов, или здесь есть особенность какая-то? Смотрите, есть два момента. Момент, вопрос сложный, вопрос сложный, и в двух словах я, конечно, о нем сейчас не расскажу, но если совсем упрощенно, то надо вести речь вот о чем. Первое. Японцы уже с 16 века производят свой алкогольный напиток под названием ситю. Ситю – это дистиллированный алкогольный напиток, полученный методом дистилляции из риса при помощи коджи. Специальных дрожжевых культур. Это, кстати, родит, наверное, с китайским байдзю. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. Японская алкогольная культура. Совершенно верно. Эта культура пришла в Японию из Китая. Абсолютно верно. Вот. А вот такой напиток, такой виски, полученный вот таким вот методом с применением коджи, не то что в Шотландии, вообще во всей Европе за виски не признается. Это точно. Но он совершенно спокойно принимается Соединенными Штатами Америки, где данный напиток вполне, ну, как бы считается законным. Вот. Вот такой нюанс. Об этом у меня есть довольно подробный разговор, потому что это интересный разговор. Но. И самое интересное, это тот самый редкий случай, когда японские виски, произведенные в Японии, в самой Японии виски не считаются. Даже такой нюанс существует в связи с принятием тех самых регламентах, о которых вы только что сказали. Это абсолютно верно. Вот. Но. Есть японские производители, которые сделали рисовой виски, не используя коджи, чтобы и вот такой виски. Наверное, добавлять все же чуть-чуть ячменного солда. Конечно. Да, конечно. Конечно. Без этого ведь не будет работать. Ну, запуск, осахаривание, конечно, как какой-то произведен, да. Вот. Но вот, и вот такой виски, кстати говоря, изготовила компания Сантери в своей такой премиальной линейке The Essence of Sanderi. Вот она изготовила такой вот виски. И тем самым, как бы, дала всем остальным, ну, пример для подражания. Ребята, работайте. Если я, для японцев, это очень важно. Если что-то сделал лидер, это как бы сигнал всем остальным. Прецедентное право. Совершенно верно. Так устроено японское общество. Замечательно. Еще одной особенностью японского виски является, ну, по крайней мере, сейчас вот мы знаем фигуру Мастаки, Текицуру, Сидзира Тори. Еще буквально в последние там 20-20 лет ворвался еще одна фигура Итира Акута. Человек, который подобный рук звезде со своим сомненным поклонников. И если взять там о чем он говорит, то это японский дуб. Насколько это действительно учитываю небольшое количество в самой Японии использование вот этого мифического дуба, японского дуба? Японский дуб Мидзунара это выдающаяся находка японцев. Вот поистине выдающаяся. Дело в том, что применять дуб Мидзунара японцы стали, что называется, вынуждены. А вынуждены это имеется ввиду в силу того, что во время Второй мировой войны у них возникли проблемы с обеспечением бочками, будь то бочки из-под американского бурбона, с которым Япония вела войну, или хересные бочки, которые должны были бы доставляться из Европы, с которыми то же самое Тихий океан представлял собой театр военных действий. И для того, чтобы отрасли функционировать, на самом деле пришлось искать какую-то замену. Замена была найдена. Замена поначалу показавшаяся очень неудачной. Потому что мало того, что дуб очень капризный в плане так сказать поведения напитка в нем. Бочки из готовленные из Мидзунара Мидзу вода нара дуб переводится именно так. Эти бочки мало того, что протекали, но еще они очень капризно себя вели, они непредсказуемо могли так сказать изменять ароматику содержащегося внутри напитка и больше того, сам по себе этот дуб довольно дорогой. Ну даже в сегодняшней ситуации, на сегодняшний день бочки эти, вот чтобы было понятно о чем идет речь. Скажем, если бочка из европейского дуба это порядка тысячи евро, то бочка из дуба Мидзунара сегодня стоит, я не говорю о том, что ее еще и достать несложно, почти невозможно. Так вот стоит она 6-7 тысяч. Супротив Хоксхедов, который обходится нам членом алкогольного профсоюза в 80-200 долларов. Да, совершенно верно. Конечно, совершенно верно. Нет, ну сегодня кто-то, какие-то европейские производители, мы знаем, изготовили какие-то релизы, так сказать, из Мидзунара, ну понятно, что использование Мидзунара в индустрии, европейцами или кем-либо еще, оно просто не сопоставимо с крем вишенкой на торте. Да, совершенно верно. Да, мы знаем, что есть какие-то релизы за выдержкой Мидзунара, но это все совершенно не те масштабы. Так вот, упомянутый Итира Акута, вы понимаете, вот в чем дело. Да, он большой поклонник этого дуба, если так можно выразить. Что это означает? Ну, во-первых, у него бродильные чаны изготовлены, по крайней мере, на одной из его двух дистиллерий. Небольших. Изготовлены, да, они небольшие, но чаны изготовлены из дуба Мидзунара. Это все книги у вас есть? Есть, конечно. Первый раз, слышите? Да, да, чаны изготовлены. Вторую свою дистиллерию, я не знаю, насколько это искренне, насколько это верно было сказано, что когда он построил и обустраивал вторую свою дистиллерию, он ее уже не нашел якобы производителя Мидзунары, который бы мог ему, так сказать, изготовить, сделать такие же чаны на второй дистиллерии. Я думаю, что он там немножко лукавит где-то. Вот, но неважно. вот это первое. Второе, его вот этот листочек от дуба Мидзунара, он вошел везде, на всех бутылках. Это логотип Итира Акута. И очень много релизов выпущено именно с довыдержкой в дубе Мидзунара. С довыдержкой или даже полной выдержкой. Дорогой японский дуб Мидзунара и вопрос ценобразования, который обеспокоит всех любителей виски. Ведь негуманный ценник даже на базовые релизы японцев вызывает недоумение порой. Японские виски и негуманные цены. Смотрите, тут что можно сказать? На самом деле с одной стороны упрек как бы совершенно справедливый и трудно с этим не согласиться. Я сам сталкиваюсь регулярно с тем, что не говорят о том, что вы знаете. Ну, всем хорош, допустим, японский виски, но уж больно дорогой. Больно, так сказать, ну, если можно так выразить, недоступный, по сути дела, в каких-то позициях, так сказать, там, ну, да, такая вот существует эта история. Вот. Знаете, что? Ну, а как бы вообще могла повезти та или иная японская компания, когда за твоим виски вот у твоего склада стоит очередь? очередь из желающих купить, которые даже не спрашивают, по какой цене ты готов к бутылке. Да, совершенно верно. Вот, вот как, вот, вот, что должны были, я нет, я скажу такую вещь, японцы все-таки стараются, стараются знакомить с хорошими образцами свое собственное население. для этого применяют некоторые специфические инструменты, а именно, да, вот, то столетие основания японской виски индустрии, которая праздновала в прошлом году, в прошлом году. Но первая бутылка виски, ведь, которая была выпущена в 1924 год, правильно? Нет, первая бутылка была выпущена в 1929 году, Шарафуда, да, вот, они так долгие... Или первая дистилляция была в 1924 году? Первая дистилляция в 1924 году. Тогда это прям такой 100... Это юбилей? Да, это юбилей. Приуроченный как раз, как и знаменательный, да. Мне у вас вопрос, да. Я немножко про вот про ценообразование сейчас, да. Смотрите, на самом деле, что делают японцы? Безусловно, во-первых, первая задача, которую, как бы, вот они ставят, это познакомить с тем или иным интересным релизом собственное население. В первую очередь. Для этого внутри страны, внутри страны, чтобы не задирать ценники, а оставлять их более-менее гуманными, проводятся лотереи. И только победитель лотереи имеет право потом пойти и купить этот релиз. Больше того, ему надо, придется, в магазине предъявить японский паспорт. Японский паспорт. Японский. То есть, лотерея для граждан страны. Дискредитация по национальному признаку получается. Ну, я не знаю, тут можно это назвать и по-другому. Приоритетное обеспечение граждан собственным продуктом. Наверное, и так. Так вот, даже, даже, вот в этих условиях этой лотереи, чтобы не наживались какие-то спекулянты, все-таки, а, так сказать, ценообразование как-то, ну, вот регулировало вот этот, так сказать, процесс появления этих бутылок. Скажем, 18-летний Ямадзаки, в прошлом году появившийся, вполне официально, на официальном сайте компании Сантери стоило полторы тысячи долларов. Это официальная цена 18-шки. Тут кто-то может сказать, но мы же за 18-летний, скажем, там, я не знаю, ну, любой напиток назовем, там, Гленфидек, там, я не знаю, там, Бомо, или еще что-то, мы же платим-то несоизмеримо меньшие деньги. Да, действительно, мы платим за вот те европейские напитки меньше, но, я не знаю, я считаю, что 18-летний Ямадзаки или Хакшу попробовать в жизни стоит. Да, мы это, к счастью, для нас, мы это делали регулярно, неоднократно в клубе Виски Румс и подобный уникальный вечер будет 22-го числа, в 5, 22-го мая в клубе Виски Румс, где мы расскажем о книге, мы расскажем о японском виске, Юрий расскажет о истории возникновения, ну, естественно, ответит на все вопросы и у прогрессивной виски общественности будет возможность приобрести эту фантастическую книгу, ведь я думаю и в мире не так много аналогов подобного произведения, учитывая стремительный взлет и я снова вернусь к ирландской книге, да, потому что ирландцев нет подобного, и, ну, я надеюсь, пока нет, у японцев. Ну, у японцев, Олег, я признателен, что вы предоставляете площадку Виски Румс для презентации книги моей, я очень высоко ценю деятельность, которую проводит клуб, по ознакомлению с тем, ну, великим напитком, который я считаю виски, и, ну, с глубокой благодарностью принимаю приглашение ваше выступить, рассказать, преподнести и по возможности ответить на все вопросы касательно этого очень сложного, запутанного, многослойного напитка, там очень много сложных исторических, экономических компетов. Мы даже на моменте подготовки этого интервью мы планировали ограничиться там 15 минут, это невозможно, невозможно, совершенно верно. Тема безграничная, интересная, большое спасибо, что выбрали время, ну, и что говорят японцы, когда поднимают бокалы, кампай, 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 пейте хорошие напитки, читайте хорошие книги, приходите виски Румс, кампай, кампай.